Снеговики, клоуны, сказочные персонажи и даже танцующая ёлка. В ярких костюмах праздничную атмосферу для детей с особенностями развития создают волонтёры. Таким деткам это тоже нужно, даже больше, чем нам. Мини-праздник здесь уже доставляет огромное удовольствие, когда ты видишь, что они радуются, что им от этого хорошо, что они с тобой играют, обнимаются. От этого становится очень тепло на душе. Танцевали и водили хоровод, а ещё рисовали, клеили и мастерили. Для детей провели мастер-классы. Берём какие-то вещи, которые можно обновить и потом использовать. Например, мы сегодня сделали вот такие заготовочки для сумочек с помощью акриловых красок. Развивающие игрушки, книги, вязаные носочки и варежки детям преподнесли подарки от общественных и коммерческих организаций, благотворительного фонда и неравнодушных самарцев. А сотрудники полиции презентовали игровую приставку и телевизор. Есть хорошее выражение – чужих детей не бывает. Поэтому наша общая задача, чтобы наши дети в преддвериях Нового года, во-первых, всегда верили в том, что добро побеждает зло, и во-вторых, всегда верили, что праздник Новый год, что чудеса и их желания должны сбываться. В Самарском пансионате ни одного ребенка не оставили без внимания. Поздравили с наступающими праздниками, вручили подарки и тяжело больным детям. Здравствуйте! Издалека мы к вам пришли с праздником поздравить, с Новым годом! Чудеса в Самарском пансионате происходят не только в канун Нового года. Каждый месяц волонтеры проводят здесь чумовую дискотеку. Для этих детей очень важно, ведь не просто один раз прийти, а для любого ребенка важен друг. И вот мы все, наша огромная команда уже стала для них друзьями. Они все знают нас по именам, они нас ждут, радуются настолько искренне, что, мне кажется, больше никто так не умеет радоваться. И к сегодняшней нашей новогодней дискотеке, мне кажется, половина просто города Самары приняла участие в сборе подарков. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok